Деточки Молодой педиатр Алла живет с дочкой Катюшей в старой коммунальной квартире. На дворе 80-е годы, атеизм все еще правит бал. Но кое-где в затаенных уголках еще остались истинные источники веры. Мам, представляешь, в хозяйственном кастрюле выбросили. Ага, соседка из 14-й квартиры сказала. Ну да, Маша. Мам, ну ты же ее помнишь. Она еще в прошлом году с Катей сидела, когда мы с Олегом разводились. Ага. Ну ладно, я побежала. Может, успею еще. Коротко звякнула лакированная трубка аппарата. Взметнулся край сафари цвета хаки. А ноги в босоножках на модной пробковой платформе уже не сли Аллочку, а Лу Павловну, молодую маму и детского доктора, в хозяйственный магазин за дефицитными кастрюлями. Оглушающий московский июль осыпал проспект Мира снегом. Еще не вырубили по приказу очередного градоначальника Тополя, и серебристые кроны возвышались над тенистыми гротами аллей, как звезды на новогодних елках. И уж совсем по-новогоднему были усыпаны легким пухом автомобилей и козырьки подъездов. Бросив беглый взгляд на афишу кинотеатра «Космос», Алла Павловна повернула налево и поспешила по раскаленной маломосковской улице на угол до пересечения с улицы Константинова, где мутно отражая зигзагообразную очередь, тлели в полуденном солнце грязноватые стекла хозяйственного магазина. Аллочка пристроилась в конце живого хвоста, и, получив на ладонь заветный номер, 101-я, стала рассеянно рассматривать очередь, состоящую в основном из женщин среднего возраста. Впрочем, попадались и мужчины, и даже дети, обвешанные множеством пакетов и сумок. Этих, видимо, оставили стоять вместо себя предприимчивые родители, а сами мчались на охоту в соседние магазины. Вопреки ожиданиям, очередь двигалась быстро, и спустя каких-то пару часов счастливая Аллочка стала обладательницей двух белых эмалированных кастрюлек, украшенных незамысловатым рисунком в виде цветов сирени. Погруженная в мысли о том, что приготовить на ужин, Алла, позвякивая покупками, завернутыми в грубую оберточную бумагу, не торопливо шла по проезду Альминского, чтобы пораньше забрать из садика дочь Катеньку. Катя, мамина радость, белокурое создание с чистыми зелеными глазами, сидела на крылечке садика и плакала. Аллу это не удивило. Катюша всегда была легка на слезу, драматично воспринимала любые, даже самые безобидные замечания, да и с другими детьми, несмотря на удивительное природное обаяние, сходилось трудно. Об этом свидетельствовало и то, что чаще всего дочь не играла в салочки и не лепила куличики, а сидела одиноко, подперев острыми кулачками лицо. В проблемах дочери Алла чаще всего винила себя. Чего уж тут требовать от Катюши, когда и сама женщина часто лила в подушку горькие слезы обиды. Нет, не на тяжелую женскую долю, а просто потому, что отказывалась понимать бывшего мужа, в отсутствие жены, не стеснявшегося приводить домой любовниц и даже знакомить их с дочерью. Периодическое пьянство Олега вовсе выводило из себя молодую женщину, и шестилетний брак окончился предсказуемым разрывом, оставив на память комнату в коммуналке, венчальные свечи и обожаемую дочь. — Катенька, что случилось? Почему глаза опять на мокром месте? — Алла старалась говорить задорно и весело, несмотря на вставший в горле ком. — Кто тебя обидел? — Мама, ты пищла! — радостно воскликнула девочка и заплакала еще горше. — А она сказала, что ты не пидешь, а я и не веяла, и она меня и гока сюда, вот. Сбивчивая речь Катеньки, сующей матери под нос ручку с обкусанными ногтями, встревожила Аллу. — Погоди, погоди, кто тебя оцарапал? Как же я не приду? Мама всегда придет. — Женщина пыталась одновременно и утешить дочь, и рассмотреть крошечный порез на пухленькой ручке. Катя, казалось, успокоилась, еще пару раз судорожно вздохнула и сказала, — Айфтинафе давно. — Ну, выдумщица. Аллочка выпрямилась, прижала к себе дочера, смеялась от облегчения. — А теперь пошли собираться, нам с тобой сегодня еще белье гладить, да, помощница моя? — Летний день подходил к концу. Вот уже тополя бросили на землю длинные темные тени. Гулки и шаги прохожих отдавались дроби в арке дома номер 122. Из открытых по случаю жары окон неслась мелодия «Спят усталые игрушки». Алла с матерью сидели на кухне за чаем и разговаривали. — Софья Емельяновна, мама Аллочки, маложавая, красивая женщина с тяжелым пучком сидеющих волос на голове, задумчиво переспросила. — Так ты говоришь, третий день из комнаты не выходит? — Алла торопливо кивнула. — Ты слышишь? Мать прислушалась. — Какие-то неясные звуки, похожие на пение из приглушенного радиоприемника, доносились из комнаты Алевтины Федоровны. И так все три дня. Как Катюша из ее комнаты выбежала, эта старая кочерга дверь закрыла и воет. Нервное напряжение, сковывающее Аллу, казалось, прорвало плотину к приличии, потому что голос ее сорвался на приглушенный писк. — Алла! — привычный строгий голос матери вернул женщину в чувства. — Успокойся и прими валериану. — Старая женщина! Мало ли, какие у нее могут быть возрастные изменения. Ты стучалась к ней? — Стучалась! — схлепнула Алла. — Да я ее дверь чуть на кусочки не разнесла. Не открывает, не реагирует. Я и милиции грозила. Что делать-то? Сколько раз я ей говорила, не ходи ты к ней, а ей как будто медом намазано. Женщина уронила голову на руки и зарыдала. Мать встала и решительно направилась в комнату. Катюша еще не спала. Лицо ее наполовину утонувшее в белоснежной подушке. Блестело от слез. От сквозняка легкие локоны чуть приподнялись и снова опали. Сердце Софьи Емельяновны сжалось от тревоги. — Катенька! — женщина заботливо склонилась над внучкой. — Что случилось? Почему ты плачешь? Расскажи бабушке. Бабушка поможет. — Хорошо! — кивнула Катюша. Алевтина Федоровна Прокудина занимала самую маленькую комнату в большой коммунальной квартире. Небольшого роста личико с кулачок. Неприметно и опрятно одетая, она напоминала болотную кучку. Пока не наткнешься, не заметишь. Шмыгая туда-сюда по выверенному годами маршруту, кухня-комната, входная дверь, она коротала свои дни. Была богомольной, не пропускала церковных праздников и часто нараспев читала какие-то молитвы. Алла старушку не замечала, мало ли семей вынуждены сосуществовать рядом на коммунальной жилплощади. Наслушавшись рассказов других коммунальных страдальцев о вечно пьяных, устраивающих дебоши соседях, женщина тихо радовалась такой беспроблемной соседке. Та же, в свою очередь, проявляла понимание, когда Аллочкины гости допоздна разговаривали на кухне и даже пару раз предложила посидеть с Катенькой, с которой, казалось, дружилась. Девочка часами просиживала в комнате старушки, листая тяжелые в кожу оплетенные книги с иллюстрациями, повествующие о житии святых мучеников. И вот как Тарас. Катя была в комнате Алевтины, Аллочка гладила белье на кухне. Услышав истерический надрывный крик дочери, женщина в три прыжка оказалась перед соседской дверью. Та распахнулась, и из комнаты буквально вылетела Катюша. Наспех осмотрев мечущуюся дочь и убедившись, что никаких видимых повреждений на теле девочки нет, Алла схватила Катю в охапку и понесла в комнату. Та вырывалась, слезы потоком лились из расширенных от ужаса глаз. Изо рта вырывались бессвязные крики. «Мама! Потолок рушится! Стены падают!» Испуганная Алла допоздна просидела с дочкой на коленях, кое-как успокоив истерику. Как только ребенок затих и мирно засопел, женщина, пристроив дочь в уголке дивана, вышла в коридор и решительно направилась к двери Алевтины. «Алевтина Федоровна!» Алла дробно застучала в дверь. «Откройте! Что произошло? Немедленно откройте!» Молчание. Алла прислушалась. Из-под двери доносилось тихое монотонное пение. Алла готова была поклясться, что среди какафонии звуков она явственно расслышала свое имя и имя Катерины, но списав это на нервное напряжение, решила отправиться к себе в комнату и с утра подловить соседку в коридоре. Однако с утра ситуация лишь ухудшилась. Дочь беспрерывно плакала, цеплялась за мать. На просьбы объяснить, что же случилось в комнате Алевтины, отвечала отказом и новым потоком слез. Соседка по-прежнему не отвечала на стук в дверь. В коридоре не появлялась, и измученная Алла позвонила матери и попросила ее приехать. Софья внимательно слушала рассказ внучки, чувствуя, как холодеют ладони. Вот что рассказала Катя. Алевтина звала ее в комнату, где показывала живые мультики. Медведь из книги появлялся рядом с кроватью, на которой сидела девочка, и рыча разрывал на себе шкуру. Странные бледные мальчики жили у старушки в шкафу, и когда Катенька проходила мимо, хватали ее за платьицы и царапали синими ногтями. Деточки, как называла их Алевтина, ныли и конючили, просили Катюшу дать иголочку. Иногда Алевтина смеялась, скороговоркой произносила непонятные слова, и лоскуты старых платьев, которыми был завален ее стол, превращались в живых мышей. В комнате старухи было много картинок с дедушками. Катя сказала, что видела такие же в церкви, когда ее водили причащаться. Иконы так идентифицировала Софья Емельяновна. По словам Катюши, были странными, живыми. Нарисованные на них старички мучились, как будто им больно, кривлялись и пугали. Катюша совсем уже решила больше не ходить в комнату соседки, как она явилась сама, и подвывая, начала просить ее не забывать старушку ее деточек. Когда же девочка пообещала нажаловаться маме, Алевтина пригрозила, что зашьет рот иголочками. Иголочек у нее много. Про падающий потолок девочка не смогла ничего вспомнить. Выговорившись, Катюша, казалось, успокоилась. Софья Емельяновна погладила ее по голове, поправила сбившееся одеяло и сказала «Ничего не бойся, Катенька, бабушка Алевтину прогонит, а ты спи спокойно». И, положив что-то рядом с подушкой, вышла на кухню. Наказав издневничавшейся Алле идти спать, Софья Емельяновна, не спеша перемыла чашки, убрала со стола и, поглядев на часы, удалилась в ванную комнату. В ванной она взяла ведро и, наполнив его до половины водой, направилась в уборную, после чего, что-то напивая себе под нос, начала тщательно мыть полы. Вымыв таким образом кухню и коридор, Софья Емельяновна тщательно помыла руки и вернулась на кухню. Часы в прихожей ухнули полночь. «Спешат», – успокоила себя женщина. «Еще пара минут». И будто в ответ на ее мысли в коридоре распахнулась дверь Аллефтины, и на кухню ворвалась старуха. Весь ее вид был полной противоположностью собранной спокойной Софьи. Волосы, спутанные в комок, напоминали клубки змей. Беззубый рот искривился в гаденькой ухмылке, руки ее будто плели невидимые косы. «Ванечка, Санечка, Игоряшечка», – припевала бабка. «Кто нашел? Кто узнал?» Нашла ведьма старая, деточек голодными оставила. Приговаривая, бабка кружилась на месте, притоптывала ногой. Голос ее становился все громче, пока Софья Емельяновна, резко вставшая со стула, не запечатала адскую какафонию, сотворив размашистый крест. Алевтина сжалась в комок и просипела. «Выйду, оставлю, не трогай, мочу не лей!» После чего уползла к себе в берлогу. Софья глубоко вздохнула, подошла к иконке, висевшей в углу кухни. Теперь требовалось всю ночь простоять на коленях, вымаливая прощение за совершенный обряд. Июльское солнышко заглянуло в незанавешенное окно на четвертом этаже, ласково пощекотало лицо спящей на диване женщины и перепрыгнуло в детскую кроватку, ярким бликом отразившись от серебряного образка Божьей Матери, лежащего возле подушки. Мелания Сибирская прабабка Мелания слыла в деревне ведьмой. Ее до дрожи в коленях боялся даже председатель колхоза, а он войну прошел. Сухая, строгая и острая на язык была, я ее еще застала. Доброго слова не дождешься, а вот порку выпросить да легко. Зато на улице мы на ушах могли ходить, и творить все, что вздумается. Ведьминых внуков тронуть опасались и дети, и взрослые. Бабка рассказывала, что дар Мелания приняла от лесного колдуна, сама того не желая. Долгое время подарок никак себя не проявлял. После первых же прабабкиных месячных в доме забаловали акулька с Дунькой. Проще говоря, завелся барабашка. Трещала мебель, летала посуда, коров выдаивали по ночам досуха, пепел в щах и все такое. Приглашенный тайком батюшка окропил углы и решительно сказал, крестите Меланью, от нее вся беда. Спасибо в колодце не утопили, казаки люди суровые. Окрестили, помогло. Прабабка свою силу знала, но никогда не пользовалась, даже не гадала, исправно посещала церковь. Вышла замуж тоже за казака. Красивая была в молодости невероятно, но решился в жены взять только дед Прохор. Две девки, два сына жили душа в душу, про ворожбу и не поминали. А потом, много лет спустя, камнем лег на ее совесть тяжкий грех, погнала на аборт старшую дочь Любку. Растлитель же валялся у Мелани в ногах, умолял разрешить на Любке жениться и дитя не губить. Но прабабка была кремень, нечего девке семью позорить. В итоге деревенский канавал напортачил и о детях Любке пришлось забыть. Тогда Меланя сказала, все одно за грехи отвечать и развернулась вовсю. Заговаривала погоду, делала привороты и отвороты, гадала, искала потерянный скот. Битва экстрасенсов просто отдыхает. Травки-грибочки. Помню меня с брательником, мы в гости приезжали. Она напоила отваром из каких-то мухоморов, когда привязалась хворь. Мы два шпиндика глючили так, что бабка моя Меланина, младшая дочь, рыдала горькими слезами, но перечить матери не посмела. Помогло. Правда, после этого меня в Сибирь больше не пускали. Отец даже присланные корни солодки выкидывал нафиг. Говорили еще, что прабабка водила шашни с каким-то дюже сильным шаманом. И бабка моя его дочь, а не деда Прохора. Шут его знает, но на родителей бабка Тома и правда не похожа, а по молодости в бубен дать могла. Батюшка ее долго крестить отказывался. Бесовым пламенем обзывал, но дед Прохор уговорил. Однако в день крещения в церкви случился пожар, и бабка Тома так и осталась некрещенной. В церковь ходит исправно, но креститься боится, нельзя мне говорить. Умирала Меланя тяжело, аккурат в сильную грозу. Деревенские говорили мучиться, потому что дара дать некому. Похоронили ее без креста, без отпевания, и в гроб положили узелок. А вот что в нем не знали даже дочери. Меланя пообещала, если узелок не положат или откроют, она с того света достанет. Так вот нас прабабка пугала рассказами о мертвых. Для нее общение с покойниками было дело обыденным, как скотину подоить. Из всех ее советов помню несколько. Первое, не стоит бояться тех, кто ходит до сорока дней. Они устраивают свои дела и не вредят, только просят помощи у живых. Но второе, у покойников, когда бы они не пришли, нельзя ничего брать из рук. Нельзя также приглашать их в гости и просить остаться. Нужно просто спросить, чего они хотят, но ни в коем случае не обещать сделать. Потому как, если обещал, но не выполнил, мертвец не отвяжется, а попросить они могут всякого. Думаю, что после меланинных грибочков покойники проявляли недюжину изобретательность в просьбах. И все в ничего, но спустя много лет я возобновила общение с бабой Любой, той самой дочерью, которая осталась бесплодной. От нечего делать, стала писать ей письма от Сонечки. Соня моя дочка, в то время ей три годика было. А что, бабка больная, обезножила. Детей нет, хоть так порадую. Писала всякую фигню от лица мелкой, а однажды приложила фотографию. И сильно об этом пожалела. Потому как баба Люба стала названивать мне и своей сестре, с просьбой привезти Соню в Сибирь. Мол, она дом ей откажет и все такое. Ну, казалось бы, все нормально. Наследников у бабы Любы нет. Кому еще жилье оставлять? Но однажды она проговорилась. Мать снится начала и все твердит. Привезите Сонюшку. Наша она. Наша. Так что в Сибирь с мелкой не ногой. Мало ли. Как Пашку лечили? Практически все лето во время каникул я проводил у бабушки в деревне. Нас у бабушки трое внуков. Я, сестра моя Таня и брат двоюродный Пашка. Вот такая вот компания собиралась у бабушки на все лето. Расскажу вам одну историю, которая особенно запомнилась из детства. Как обычно отдыхали мы трое внуков у бабушки в деревне. Мне лет тринадцать было. Сестра постарше. А Пашка на два года меня младше. Заболел наш Пашка ни с того ни с сего. Заболела голова вечером. Поднялась температура. Напоили его таблетками и уложили спать. А спать его бабушка уложила с собой в соседней комнате. Мы с сестрой спали в зале. Среди ночи просыпаюсь я от непонятного шума. Бабушка суетилась возле Пашки. Бегала то в кухню, то на двор, то в нашу комнату к шкафу. Я спросил, что случилось. Она только и сказала, чтобы я спал. Наутро бабушка позвала в дом какую-то бабку. Старенькую, сухонькую старушку. Нам с сестрой она велела уйти на улицу. Мы вышли. Но любопытно мне было, что же происходит. Сестра ушла к подруге, а я подошел к окну в комнате, где лежал Пашка. И вот что я увидел. На кровати лежал Пашка. Белый какой-то, с черными кругами под глазами. Совсем не похож даже на нашего Пашку. Бабка моя стояла у изголовья кровати, а старушка стояла над Пашкой со свечкой и что-то обормотала. Так продолжалось где-то минут 15. Вдруг старушка что-то крикнула бабушке. Та схватила кастрюлю, которая стояла на столе. И тут из Пашкиного рта стал выходить черный пар. Этот пар собрался в черное плотное облачко и завис над Пашкиной головой. Старушка крикнула бабушке, лови его. Бабушка быстро накрыла это кастрюлей и накрыла крышкой. Кастрюля у бабушки в руках заходила ходуном. Крышка дребезжала. Старушка взяла эту кастрюлю из рук бабушки. Крепко прижала к груди и что-то продолжала обормотать. Я тогда до смерти испугался. Дальше даже смотреть не стал, что происходит. Убежал к другу и пришел только вечером. Пашка сидел за столом. Уплетал ужин за обе щеки. Выглядел он намного лучше, чем утром. Улыбался и разговаривал с бабушкой. Бабушка, видно, увидела мой испуг и потом мне сказала, ты все видел, так вот никому ничего не говори. Только потом, спустя несколько лет, в разговоре мамы я услышал, что Пашка в тот день еще с одним пацаном забрались в огород к одной бабке. Та их застукала и очень сильно отругала. Поговаривали, что она вообще ведьма была, а к вечеру обоим мальчикам стало плохо. А та старушка, что приходила к нам, ходила и к тому мальчику тоже. А что это такое черное из Пашки вышло, я до сих пор не знаю. Может порча, а может еще что. Деревенская ведьма Это история со слов моей мамы. Она знает из уст своей сестры, то есть моей тети. У подруги моей тети, тетю зовут Ира, а имя ее подруги не помню. Для простоты назовем ее Аней. Бабушку все называли ведьмой. Она жила в деревне, куда внучка приезжала к ней каждое лето. В то лето Аней было уже 15 лет, и она, как обычно, отправилась в деревню. В то, что ее бабушка ведьма, девушка, разумеется, не верила. Хоть та и собирала какие-то травки и писала что-то в толстой растрепанной тетрадке. Но так как бабки постоянно ходили соседки и о чем-то с ней шептались, после чего уходили, прижимая к груди пучки трав и всякие баночки. Аня просто считала бабушку целительницей и знахаркой, но не более того, до той самой ночи. Это случилось в июле месяце. Была светлая лунная ночь. Аня уже спала, когда ее разбудила бабушка. Она велела внучке одеваться и следовать за ней. Аня с просонья сначала ничего не поняла, но все-таки начала натягивать одежду. А вдруг в деревне у кого-то что-то произошло и нужна их помощь. Аня с бабушкой вышли из избы и та повела внучку по темной улице. Сначала они шли вдоль домов. Везде был выключен свет. Все в деревне, видимо, спали. Все кроме них. Эта девушка поняла быстро. Тогда куда же бабушка ее ведет? Аня стала жутко. По телу побежали мурашки. Но старуха неумолимо двигалась вперед и внучке приходилось следовать за ней. Когда они вышли из деревни, девушка с ужасом поняла, что бабушка ее ведет на старое деревенское кладбище. Но зачем? Да еще и ночью. И язык у Ани от страха казалось примерз к небу, а дрожь усилилась. Когда они вошли на территорию кладбища, бабка, осмотревшись, взяла внучку за руку и повела ее в центр погоста. Прямо к огромному памятнику высотой где-то около двух метров и изображавшему квадратный столб где-то полметра шириной. Когда они подошли к постаменту, бабушка отпустила руку девушки и, присев на корточке, вдруг одним махом запрыгнула на памятник и, оставаясь на корточках, начала бармотать что-то на непонятном языке. Набежали темные тучи, заслоняя луну и звезды. Ударила молния и загрохотал гром. Аня в ужасе бросилась бежать как можно быстрее. Примчавшись домой, она схватила самое нужное. Деньги, ключи от городской квартиры и свои документы. Рванула на станцию, где села на 4-х часовой поезд и уехала домой в город. Дома она все рассказала родителям. Руки у нее тряслись, зубы стучали, а стакан с водой. По лицу ручьем текли слезы. Мама ее успокаивала и твердила, что это был сон. И даже предложила девушке вернуться назад в деревню и убедиться в этом. Но Аня наотрез отказалась вообще когда-нибудь туда возвращаться. А в рассказни соседок о том, что ее бабка ведьма с тех пор поверила безоговорочно. А через три дня позвонили из той деревни с вестью, что бабушка умерла. Что умирала в мучениях и что над ее постелью крышу разбирали. Мама Ане не стала рассказывать. Она просто поняла, что дочь ей не врала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова